Всем привет! Это программа Репортер. Я Алексей Коноплев. После концертов в Олимпийском один из братьев грим Борис со своей новой музыкальной группой выступил в Самарском баре. Репортер проник в гримерку артиста и узнал, как Самара встречает звезду. История в тесноте, да не в обиде. Привет, Самара! Как дела? Отлично. Ну что ж, у нас сегодня такой тихий вечерок. Уютный и отнюдь не тихий вечерок в компании полюбившихся всем хитов. Группа братья грим выходит на сцену и сходу вываливает на самарскую публику свои лучшие боевики. Вторая половина лет, ресницы, публика не сводит глаз и подпевает слово в слово. Братья грим уже давно не идут рука об руку, пишут песни по отдельности и играют свои новые проекты. Собственно, сейчас мы отыграем программу моего старого проекта, которому уже 10 лет. Вот, я думаю, что такой реверанс в сторону Самары вообще, ну, как бы полезно сделать. Это, наверное, скорее даже что-то ритуальное в этом есть, нежели что-то фактическое. Залом Олимпийского Борис Гримм давно предпочитает тесные бары. Говорит, здесь контакт артиста и слушателя более тесный. Для публики такой способ встречи явно оказался по вкусу. Тут и дамы в возрасте, и совсем еще молодые фанаты. Без неожиданности не обошлось. Записка с поздравлением и самый лучший день рождения фаната готов. Костя, тебе 20 лет сегодня? А? Не слышу тебя, Костя, ты где? Здесь он. Классно тебе. Тебе 20 лет. В родную для себя Самару Борис приехал ненадолго в планах прогуляться по городу, заглянуть к друзьям и немного поностальгировать. Жаль только погода путает планы артиста, и они осаживаются в культовом месте города. Тайну личности звезды там раскрывают сразу и окутывают вселенской любовью, неожиданной для музыкантов. С гопниками местными пообщались, они такие вообще нормальные ребята. Давно я не общалась с самарскими гопниками. Вот. Они меня помнят и знают. Правда, я их что-то не помню, они всегда одинаковые. Ну, классные ребята. Гастроли, концерты, клубы. Что ни день, то новый город. Бешеный ритм – это и есть романтика рок-музыкант. Американский гастрольный тур плавно перетек в российский. Борис Гримм давно не ассоциирует себя с какой-то одной страной. Дальше еще десятки городов и сотни людей на пути, и все хотят услышать любимые песни. Ну, такой перевалочный пункт, потому что дальше мы поедем. Так как это родной город, здесь у нас есть свои какие-то места, где можно осесть. Осталось еще, ой, я даже не знаю, мы до Сибири поедем, где-то там Кемерово. Мы больше такого минус-стрельского плана люди, и как бы такое бродяжничество, в принципе, нам как бы импонирует. У музыкантов сегодня два концерта за вечер. Поклонники подпевают до последнего и даже просят вторую половину на бис, но время диктует свои правила. Борис приглашает всех на второй концерт, но предупреждает, там придется вдумчиво слушать. В ответ – одобрительные возгласы, а уже следующим вечером Уфа и новый концерт, и новые подпевающие лица. Это все на сегодня. Хороших вам выходных. Увидимся. Пока.